Продолжение следует... 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 Она меня, значит, сейчас созвонила, говорит, у нас, говорит, сегодня депутат с Москвы, говорит, здесь, да, пойдем к нему, я сейчас позвонила, свободно, свободно, залила к нему в кабинет, ну, минут я, наверное, 10 посидел, он по телефону с кем-то разговаривал долго, там, что-то, какие-то вопросы тоже к прокурору, там, как обращаться, да что там совета, ну, а потом со мной давай мы разговаривали, так мы с полчаса, наверное, с ним примерно проговорили, посидели, все, он принял заявление, хорошо, я, говорит, обязательно сделаем депутатский запрос. Они, у них власти, что сказать, отменить остановку, у них этого нету, не может, но они сделают депутатский запрос уже, что и почему, и как. Ну, вот так вот пока, там отправила, Лена отправила заявление уже в Москву, значит, в головное предприятие, или как там это уже, Министерство путей сообщения, оттуда ответили, что ваше письмо при, получили, то есть по электронной почте отправили. Ну, вот сейчас придем, еще приготовим Новосибирск, надо отправить, будет письмо, если Новосибирск отправить, ну, вот так вот. Поэтому ко всем вам просьба, помогайте, потому что это очень, ну, накладывает такие неудобства. Летом я еще мог как-то на автобусе там где-то, и легко, зимой это невозможно. Просто будет уже, видите как. Поэтому, как будет дальше, что, не знаем, но если угодно Господу, то возможно, я говорю, все. Может, святитель Николай, молились, что святитель Николай, кому-нибудь сивись во сне там этим, управляющим дорогой там или кому-то, и погрозни ему, чтобы он это не делал, остановку сделали. Ну, вот, мы знаем, что святитель Николай помогал, во сне, говорит, явился царю, и сказал, чтобы не казнил тех неправильно трех осужденных на казнь, и спас их, их не стали казнить. Вот, поэтому все возможно. Ну, вот так вот, такие, значит, это. Ко мне какие вопросы есть? Говорите, а то я сейчас поеду. Пойду. Будем ждать возвращения. Так если вы говорите паровоз уже сегодня последний раз, а пятого, четвертого, пятого как? Не знаю как, но думаю приехать. Там как-нибудь, куда-то меня довезут, может быть, до Корщина как-то там, на снегоходе или как-то. А хоть где-то ехать еще нельзя, земля голая. И на машине нельзя ехать, уже переметы большие местами, так что там перемет метров пятьдесят, дальше все, десять километров, допустим, голая земля. А там сто метров пятьдесят перемет, так что уже выше метра снегу наметет. Будет дорогу делать тогда. О! Вау! Вертолет купить тысяч. Видите, тогда не будет ни одной проблемы. Я с этим разговариваю с депутатом-то Московским. Да что ж такое? Я говорю, ну вы понимаете, две проблемы же у нас, это Россия всегда. Ну одну проблему мы еще как-то можем обойти, ее там где-то, говорю, постелить что-то, веток набросать и выехать. Это ладно. Но со второй проблемой, он так ударил, да вот теперь ты беда-то что говорит. Вторая-то проблема, более неразрешимая, чем первая. Понимаете? Первую дорогу мы можем что-то, машину какую-то сделал вездеход, как сказали, говорит, японцы, была выставка там машин советских. Они смотрели, смотрели, о, говорит, ну надо же, говорит, ну и русские. Какие только машины, говорит, не придумай, а там все, и по болотам ходить, там, и по воде, там, и плавать, и под водой, чтобы проходило по грязи, там, какой-то, везде по болотам. Посмотри, русские, говорит, какие машины только не придумай, чтобы дороги не строить. Машины не живут, понимаете? Действительно. Ну вот так вот. А что ж не сделали? Так все, все у нас живы, пока здоровы, ничего нет. Школа функционирует на полную мощность, да. Ага, он депутат удивил, а сколько вас учеников? Я говорю, шесть. Да как, а классов сколько, я говорю, четыре класса, это, ну, разные классы. Он, а как же учитель? Я говорю, у нас три учителя. Да вы что, а как? Ну, у нас три учителя. На каждое учителя по два ученика. Учат, все заняты. Ну, вот так вот. Что еще есть? Какие вопросы? Да нет. Нигде такого нет, как у вас. Так у нас еще, конечно. Я где начну говорить, а такие, которые как бы относятся к критичности, а, отец таким, ты опять, будто потеряешь пуп всей земли. Так. Я говорю, мы незнатные, но нас везде узнают. Я пришел к начальнику, когда дороги там жду, и секретарша его. Там не просто так не пройдешь. Там на вахте, значит, без пропуска не пройдешь. Выписывает про. А кому вы идете? Теперь он звает телефон. По какому вопросу? Я говорю, вопрос жизни и смерти. Мне, говорю, решать не просто вопрос. Да, сейчас позвоню. Ну, позвонил там секретарю. Она, значит, это, фамилию такое, ага, откуда. Потом в бюро пропусков, паспорт, выписали пропуск. Теперь там, где я был у нее, она пропуск отмечает. Теперь на выходе он смотрит, отмеченный или нет пропуск. Если пропуск там не отмеченный, то он уже не выпустит. Это как вот показывает, приходит следователь, по пропуску заходит, отмечает, вот так вот. Ну, и с ней-то я, когда она потеряю, подождите, так это у вас же там лагерь-то? Я говорю, да, у нас. А начальник лагеря такой, Юрки, говорит, старичок, Бойки. А Юрки у вас? Я говорю, у нас все Юрки, Бойки. Все, а это так вот, все, давай, говорит, там это что, избивали детей, да там что-то голодом морили где-то, она там слышала. Я говорю, да все это брехня. Я говорю, ничего этого нету. Ну, не было ничего. Я там просто не буду председатель. Да, я говорю, конечно, да. Дальше, больше, она там телефон мой, а можно вас тогда... А чем вы занимаетесь? Ну, Баранов, я... Баран, да вы что, а можно я тогда вас это... Закажу Барашка, пожалуйста. Взяла телефон мой, чтобы Барашка заказать. И сразу узнала. Так она, да я слыхала, знаю про лагерь там, да, это вот, это... Ага. Видишь, узнают люди где-то. Есть. Ну, ладно, просите меня. Благодарю. Поехали. А где вас войдите, да? Ну, еще раз благодарение Господу, что сегодня вот все места заняты, даже стоят в коридоре. Но в коридоре как раз стоять не нужно. Нужно стремиться сюда войти, чтобы пообщаться и услышать все, что нужно для спасения души. А здесь мы, я полагаю, говорим не пустое, стараемся во всяком случае, а насущное и важное. Еще раз хочу напомнить слова Барачки сегодняшней проповеди, что мы должны благодарить Бога за все, за каждое дыхание. Всякое дыхание дохвалит Господа. Вот мы здесь сидим, а Господь хранит наше жилище. Я скажу о беде, которая коснулась меня лично. Почему? Потому что моего сотрудника коснулась эта беда. Беда в том, заключается в том, что спали они неделю назад, понедельник прошедший. Спали, и утром вставать нужно, а в коридоре полыхает огонь. И дверь выхода из квартиры заклинила. То есть она уже объята огнем, и выйти невозможно. Осталось только выйти через окно, через балкон, через лоджию. Вот. Семья из четырех человек. Значит, два сына. Вот мой коллега, сотрудник мой Алексей по имени, с которым я, конечно, беседовал, говорил. Он принимает, он не отвергает, но живет, как все в миру. То есть все, что нужно от жизни, он брал. Я и с ним говорил по поводу колодца, который узкий колодец. Вы понимаете, о чем я говорю. Значит, ну, жил так, как все живут. И вот Господь коснулся. Пришлось выламывать стеклопакет, потому что ручку обламил сразу в таком порыве. Пока всех своих членов семьи спасал, то и сам обгорел. Более 50% ожог. 55% ожог. Лежит в ожоговом центре. Ну, вот. Господь его коснулся. Так что я прошу помолиться о нем, Алексей его зовут, чтобы Господь его образумил и привел на путь спасения. Чтобы было время, у него там теперь достаточно времени, чтобы он подумал о чем. Мы раньше с ним говорили. В принципе, он не отвергал и признавал. И вот из всех сотрудников, с которыми я разговаривал, он более всего принял эти слова о вере, о спасении. Но жил, как все в миру. То есть, так быт и жизнь засасывает. Так что у жены там перелом ноги небольшой, значит, коленный сустав повредило. Младший сын повредился. Много порезов у него, но уши-то там и перелом шестого позвонка. Но там ничего так, особенно страшного нет. Во всяком случае, они живы теперь. А вот этот Алексей, вон Бог его знает как еще. Так что благодарить нужно Бога за все. За все, что с нами происходит. Здесь мы сидим, и Господь нас хранит. Каждый шаг считает, когда мы идем в храм. И вещи сгорели, да? Все выгорела квартира. А что случилось? Сделано только евроремонт. Много времени ремонтировал, там много средств вложил. Ну вот так. Так что... А какой этаж у них был? Это благо, что был первый этаж. Первый этаж это первое. Второе, они когда стали ремонтировать, то сняли решетки, которые были на окнах. А если окна были зарешечены, то оставить бы там. Ну вот так вот. Еще раз напомню, что нужно благодарить Бога за все, за каждое дыхание, за каждый миг. У брата есть слово. Ну вот памятная дата у нас, 4 года. Четвертый год пошел, сезон. Как нету у нас огласительных курсов, которые Игнат Тихонович проводил, начиная с 91-го года. Ну и чем у нас знаменовывается этот наш сезон? Вот я сегодня посмотрел, как выходили на оглашенные. Батюшка дает возглас, оглашенные зайдите. Ну и посмотрел, кто оглашенные у нас. Ну оглашенные у нас как раз те, которые должны быть оглашенными. У нас такое, у нас в общине сложилась такая ситуация, какой, я думаю, не складывалось, наверное, ни у кого. Ну может быть старообрядцы с чем-то столкнулись подобным, но не такое все равно. У нас получается так. Родители верующие уверовали, находясь уже во взрослом возрасте, в 30-летнем возрасте, перед 30-ю годами. То есть уже хапанули этой греховной жизни, уже осознали, что это такое. И вот из этой проказы Господь их через оглашение, через покаяние вывел на свет Божий. То есть на каменном месте утвердил ноги и стены поднял этих родителей. И родители этой благочестивой жизни начали в семье размножаться, да. А размножаться-то, я вам сейчас пословицу скажу, солдатами не рождаются, солдатами становятся. Это точно про христиан. Христианами не рождаются. И я обращаюсь к тем, кто сейчас там в оглашенных выходит. Не рождаются христианами. Я смотрю на вас и вижу, христианинами нужно становиться. А как вы встанете, если вы Слово Божие не читаете ни дома, ни здесь вас нету? И у вас почти один и тот же грех. Вы что, друг на друга не смотрите, что ли? Вы оглядитесь, вас поймал один сатана. Он прям тут один или на каждого из вас по сатане, я не знаю. Но он крутит прям вами. И вы один и тот же грех. Вот я хотел вам пример показать, потому что вы начнете сейчас говорить мне сказки. Я это знаю дедушки Бонзая японского. Они тоже там все бритые. Вот Ваня у нас приехал. Сын священника из Камня на Аби. Да вы его все знаете. Он просто так и выглядит. Я его сам не узнал. Ну, Ванюц, встань. Вот видите, вот. Иван, сколько тебе лет? 21. Вот как раз все, кто выходит вот такого возраста. Смотрите на него. Спасибо, Христос, Север. Вот борода, не бритая, не стриженная, ничего. Что такое? Кто отскочил от него? Кто скажет, что это плохо? Почему вы все с бородами бритыми? Я сейчас брата остановил, но вижу, он такой серьезный. Он готов серьезно поговорить на эту тему. Он очень серьезный брат. Занимается спортом такой, подтянутый. Приятно посмотреть. Но без бороды. Выходит уже, ну, сезона 2 ты уже выходишь у нас. Сколько он еще будет выходить? Если бы он где-то тренировался в какой-то спортшколе, ему бы уже сказали, слушай, у тебя никаких шансов нету тут что-то заработать. Ты иди дома физкультурой занимайся, ты нам уже надоел. Мы этого сказать не можем. И теперь это будет не просто великовозрастный какой-то там недоросль. А непонятно, это что такое? Он будет у нас с бородой стоять до 60 или до 80 лет будет. Ну, с бритой бородой стоять. У нас, ну, батюшка сделал все, что мог. Я вам сейчас такие вот вопросы ставлю, на которые апостол Павел отвечал бы так. Никак. Он бы вот так отвечал. Никак. Невозможно это делать. Чем встряхнуть этих людей? Я предлагаю дать им епитимью еще и от общины наложить. Раз батюшка наложил, они не справляются. И уже годами. А епитимия следующее, чтобы они посещали занятия. Воскресные хотя бы занятия, как оглашенные. Раз они оглашенные, ну, пускай оглашаются. Они хоть поймут, что такое. Глядите. Один, второй, третий, четвертый, пятый. И все или оглашались, ну, может быть, не до конца. Оглашались, но немножко ходили. Или вообще они не знают, что такое оглашение. Они понятия не имеют, что такое вера во Христа. Они как будто ходят. У них родители верующие, это понятно все. Но у нас нету информации, как вот у католиков. Мы не можем их довести до 14-летнего возраста, а потом экзамен принять у них. И они там идут, как я в комсомол, помню, уступал со слезами. Наконец-то комсомол этот. Так они вот так вот идут. Они вот так идут к причастию первому. У них там родители, как вот невесту под свадьбу ведут. До такой степени это интересно вот все. Ну, неужели они там такие верующие? Ну, у них своя тоже вера. Вы что думаете, они вообще безбожники, что ли? Да у них не было коммунизма, они больше верующие, чем мы здесь. Ну, в общей массе, в средней. Поэтому надо у них учиться. Мы не можем. И у нас тут такое положение сложилось. Ребята доросли до 20 лет выше, а они не просто дети для нас. Они еще не родились, как говорил Иов. Выкидыш там, господи, еще я был как выкидыш, ты меня взрел. Они как выкидыши какие-то. Им надо помогать. Кто им поможет? Вот глядите, они боятся бородатых. То есть меня они боятся, дедушку Игнатия боятся, дядю Алексея. Они боятся. Почему? Да они нас не видят. Они вот сейчас собрались, ушли и все. Ну, побыстрее от этих бородых подальше. И опять они в свою струю безбородых этих безбожников. И все, там они уже плавают им хорошо. Они там с ними смеются. Их же не отличит никто. А теперь давайте вонютку в среду нашего брата Боритова. Ну и давай, ты с бородой, как у вонютки. И что? Ну давай, начинай. Что там у тебя будет первым делом? Сразу тебе пристанут девочки, которые там вокруг хороводятся. Ты что такой дикобразом тут? Нам это не нравится. Дальше там начинаются. А теперь в институте или где там? А что ты вот это отрастил тут эти лохмотья? У нас что, примеров нету? А ты что смеешься? Ты-то точно такой же там стоишь. Только у тебя чуть побольше возраста уже. Ты уже из-за рода, чтобы в сторону этого самого червячка перерос. А мне в институте говорили такое. Говорили? В институте был бородатый. Молодец. Ну был. Так ты оглашение не прошел. Вот в чем дело. Я вот к чему веду. Ты не убегай никуда на свои посиделки там безбожников. Не ходи на совет с нечестивыми, скажем, на псалом номер один. Ну читайте хотя бы псалом первый. Не ходи по их путям. Не сиди. А там еще и про женщин столько в притчах сказано. Она специально выходит и зазывает тебя. И глазами играет это всем подряд. И вы на все это попадаетесь. И такая целая когорта, можно сказать. Нет, не когорта. Легион называется. Нет, ну вопрос надо поставить. Он остро назрел или нет? Вот у нас назрел вопрос. Вот Надюша как раз кивает головой правильно. Назрел вопрос тогда о детях. Школа детская была. Они начали подрастать. Ну и заметили, что что-то не то творится. Вот воскресная школа пошла. Уже начали вести с ними. Говорить сейчас уже никто не скажет из молодежи, которая подросла, что с ними не занимались. Ну а вот вы, как говорится, нынешние как-то проскочили. Как вы проскочили, непонятно. Но вы проскочили безбожниками, причем я считаю. Потому что оно на таком. И главное, вы не подходите. Вас это не интересует. Пинка вам никак не дать. Потому что вы выросли уже вдоль этой лавки. Вы сами дадите этого пинка. Как на вас повлиять, непонятно. Один на один разговариваешь. Да, такие встали недоросли, головой покивали. И никого нет опять. Я сейчас сказал этому брату молодому, бритому. Все равно придет такой момент, когда ты или изберешь с верными стоять, или тебя вообще не будет. Но скорее всего, могу так сказать, что не будет, конечно же. Потому что, и самое интересное, это необычное опять же, что это братья все. В других бы общинах, сейчас вот верующих сказали, как у вас, а что они не уходят? Вы их тут и в хвост, и в гриву. Так у нас вообще никого нету. Вообще, чтобы молодых парней в церкви молились, их вообще нету. Если есть, то какие-то немножко с капустой бородей, ребята. Ну, что-то у них с головой. Это совершенно, ну, подросло племя молодое. Войны. Ну, как это, настречу Христу. Как, идите, последний куплет-то идет. Который, песнопение-то. Это же про них, они должны петь это. А мы должны подпевать, прям исторически сидеть. А мы поем молодое племя. Но какое мы, Христово, уже молодое племя? Мы уже племя немножко постаревшее, посидевшее. Но, так как никого нету из вас, никто не сидит здесь, песнопение не поет из молодежи, то я себя считаю молодым племенем. Понимаете, вы что? Конечно, благодарность вам за это небольшая. Но вы-то идите к уставшим бойцам-то, помогите им. И вам Христос даст венец жизни. А сейчас что вы? И дальше, еще. Вы думаете, это все, да? Это не все. Вот они стоят такой толпой, и что? И теперь к ним будут прибавляться? А у нас есть уже кандидаты. И дальше будут прибавляться. И сколько их там будет стоять? Как в свое время Игнатий Тихдыш сказал, сказал, у нас скоро община будет глухонемых. Там было как-то у них человек 10 уже, там 11. И он хорошую проповедь сказал и говорит, у нас будет община глухонемых, если мы не пойдем на благовестие. Так я вам так хочу сказать, у нас что, община будет оглашенных, что ли? Безбородых? И вот такой толпой они там, им там нет, им скоро придется здание строить. Сами будете там строить, понятно? Пристроить двухэтажную или трех. Все понятно вам? А мне непонятно. Вот останутся и дальше. А примеры-то есть. Вот, пожалуйста, двоюродный брат Лены нашей Политыкиной. Максим. Ну, ходит. Он и посреди недели ходит на занятия еще. У нас проходится занятие у Сергея Пупкова на квартире. И он приходит. И сейчас уже к Александру Михайловне тоже пришел. Уже два раза в неделю. У него уже вопросы есть. Он, ну, с интересом человек. И сразу оживляется, не беседа, а наша, вот это, огласительный такой вот этот кружок. Он оживляется, потому что мы-то уже, конечно, знаем, мы прошли оглашение уже. А тут действительно оглашены. Так это сколько внимания мы могли бы уделить им? Ну, вам родители не уделили внимания. Ну, я готов уделить внимание. Каждому из вас. Так они сейчас начнут о времени там справляться, еще что-то. Ну, то есть, сатана, он будет крутить и крутить на одном. Как вот это дерьмо в кадушке. Лишь бы вон шла. Поэтому тут и они тоже должны решить. Это естественно. То есть, Господь все ведет, но и без них решения не будет. Они должны его принять. Ну, когда они рухнут-то? Когда это? И, во-первых, когда этот... Ну, это я первый сказал. А кто следующий-то будет говорить об этом? Ну, все равно кому-то назреет, кто-то выйдет, упрется в эту стену молодежи и скажет. А что это, куда уперся, ни в туалет не пройти, ничего? Что тут такая толпа делает-то и все безбородые? И пример будет идти дальше. И следующий будет упираться в них. А что, их же толпа стоит и стоят, и я тут постою. А потом вышел. Мне же ничего не сделалось. Ну, пускай они оглашения хотя бы проходят. Я не знаю, как их заставить. Руки ломать там, ноги или пальцы отшибать. Ну, это было бы легко у чеченцев. Но у нас христианство, как бы они должны сами дойти. А как они дойдут, если родители их дошли, а родители им не смогли веру передать? Ну, кто верующий, тот понимает. Ну, как ты веру передашь? Брат, ответ такой есть. Вот Виктория Пантелеевна как-то сказала. Мы их привели к колодцу. Вот он источник. А заставить их пить не в наших силах. Это от их воли свободной, которую дал Господь. Зависит. Виктор Андреевич, я не об этом говорю. Господь, если их избрал, то Господь приведет, найдет и способ, как их смирить, как их привести к смирению и как обрести веру спасительную к теме. Мы должны, конечно, молиться. Молиться, потому что наша молитва общая, она многое может, потому что многое может моление Матерника Благосердия Владыки и молитва праведного. Но мы себя будем считать стремящимися достигнуть праведности, поэтому будем молиться, чтобы Господь их убрал, как бы, боязнь, смущение перед миром всем. И преодолеть это только с помощью Божьей возможно. Это из своего собственного опыта могу сказать. Я к тому, чтобы прямо у нас, вот как вот здесь вот предложения внесены, внести предложения, так как у нас сейчас нету огласительных курсов, оглашения проходить вот здесь, и все, чтобы они понимали, а то что это такое. Хотя бы пускай пару-тройку лет пройдут они, а так они и будут ходить. Я думаю, надо внести, ну раз такой у нас случай, и проголосовать общину, и все, и тогда они куда денутся уже. Пускай пишут заявление там или что, что мы не можем там в этот день, но все равно придут. Нас делило ваше слово и ответ на этот вопрос. Не знаю, будет ответ, нет, может быть не будет еще. Правильно говорил брат или нет? Я хочу узнать. Я узнать могу только через поднятие рук. Скажите, кто с братом с этим согласен? Братом Игорем Владимировичем Двумовым? Поднимите руку. В чем согласен с ним? Чтобы они проходили оглашение здесь. Да, именно по вопросу, за этих людей, которые родились здесь, они оглашение не проходили. Вопрос правильно. Кто за это? Так, уже больше. Потому что я более ясно выразился. Так, кто против, что ничего этого не надо? Ходили они за родителями, теперь пусть ходят сами. Они ходят, а только туда им дорога. Значит, видите, он сказал по делу, а оно и касается. Но и задержать вас не можем. У нас не мусульманство. Там очень просто. Его никто не спрашивает. Ты обрезанный, обрезанный мусульманин. Закят плати. Они их находят на базаре везде. И он, а я не хочу платить. Такие слова иногда говорят у них, но я знаю, с чем это заканчивается. Вам рассказать? Да. Ко мне приехал человек один. Дорогой, когда я ехал, он с женой проводник. Здоровый, крепкий. Мужчина здоровый. До киргизцев как будто даже редко таких встретишься. Больше Игоря, ростом еще. И какой-то зашел, а я с двумя ребятишками еду. Свой киргиз, он меня с полки прям сталкивает. Дай ему место. А он один. Он лег, а я с ребятишками. У меня платкар куплены, все. И он меня вышиб оттуда. А ребятишки-то до школьного возраста. Я должен на третий этаж. Ты к одессе где-то. Ладно. Я когда приехал, и там называется резерв проводников, и пошел и узнал, что это за человек, фамилия, имя записал. Как он так может работать? И сказал, как жена его хорошо работает. Ну и попутно написал, это уже я просто перехватил через край. У них был такой писатель свой. Вы знаете кто? Чингис. А? Чингис от мать. Именно так. И взял на него, написал. И был отзыв. Его сразу же сняли. Работу он потерял. А я знать ничего не знаю. Но они знают, как подойти к обиженному человеку. Он покупает две рыбины, балыки, вот такие вот примерно. Подмышку, с женой доехал тут без билета, и стучится ко мне в квартиру в заявление. Это я написал где? Я глянул, мне вот этот гвоздь такой. Что же делать-то теперь мне? Да подмышка-то держит неизвестно что. Вот два бревна. И он дальше стал рассказывать. Я виноватый. Я неправильно сделал. И вы написали правильно. Но меня с работы-то сняли. Мне охота опять работать. И теперь он со мной ходит целый день. Я ему целый день проповедую. Он соглашается. А не могли бы вы письмо написать опять на резерв проводников, у начальника Ищингизу Тайтматову, что я понял, я раскаялся. Без этого меня не примут. И мы пойдем на почту, отбиваем телеграмму, он все оплачивает. Он много рассказал про себя. Про обычаи киргизцев. Приезжает молодой учитель киргиз в селение. Ну, там собирают собрание они свое. Женится кто-то. Они сразу сказали, зарплата какая была. Я в Сорожем был 72 рубля. Ну, у учителя там может быть 82. Вообще зарплата-то никакая. Они положили. Каждый должен положить на 100 молодожанам 200 рублей. А учитель только приехал туда и говорит, что я обязан так платить 200 рублей. Он женился, он вот пусть думает. Так как Сокал подошел, старый. Так, повтори. Ты не понял? Тебе надо 400 положить, ты уже против был. Так я не согласен. Он разворачивается как дал ему. Никогда такой силы, говорит, не ожидал. Он ускопылков. Сегодня я пишу, чтобы деньги лежали. Иначе тебе здесь не быть. Все. Затрется, деньги принес, положил, работает учителем. Русские приехали и кудлаты, это да хиппи назывались. Помните старое поколение это? Они их сразу предупредили на уборку урожая. Подошли, сказали, вы что тут волосатые? Это у нас один православный есть, нам хватит. Убрать волосы? Нет. Повалили всех, обстрелили все. Никто не разговаривает. Жена одна пришла жаловаться на мужа. А он пьет, переехали туда, а она порядков-то еще не знает. Ну и раз муж гоняет, синяк посадил. У меня, говорит, вот доказательства. Он его спрашивает, а сколько ребятишек? Четверо. Это ваш муж? Да. Вы в регистрации были? Ну да. Так. Ударил женщину. Как он смел посягнуть? А он еще раньше бил, да он всегда пил. А пинается? Пинается она рассказала все как. А было такое, что угрожал даже. Да было, даже за нож хватался. Я убежала. Так. Шесть лет. Я сегодня оформляю. На шесть лет он уйдет. Строгого режима. Я уже знаю законы. Меньше никак не дадут. Баба схватилась. Меня это не касается. Ваше заявление подано. Я подаю сейчас куда надо. Следователь разберусь. Шесть лет ты его глаза больше не увидишь. Так как я буду жить? Так он тебе нужен или не нужен? Нужен. Слушай внимательно. Я тебе сейчас в подвал посажу. Ты у меня ровно неделю будешь сидеть. Я из тебя эту дурь сниму. Если ты еще раз придешь сюда и на мужа жаловаться, ты у меня урешь в этом подвале. Прошу сюда собачьей воле. Все. Она брызнула больше ни разу. На мужа никогда не жаловалась. У них другие законы. Он до дела ей довел. У меня сестра немного нарушила правила. Какие-то он останавливает. Тогда были деньги. 50 рублей штрафов. Я ничего не сделала. Тут эта корова. Она корову толкнула. А корова на капот села. Я сказал 100 рублей. Какие 100 рублей? Так 150. Я поняла. Еще одно слово будет 200. Я скорее заложила и выехала. Я был у них нынешний. Шесть мусульманских республик проехали. И скажу. Нам надо учиться. Многому надо учиться. Я разговаривал с начальниками, директорами. Наши бывают где-то таятся. Такие каких. Выходит, разговаривает. Комнату для намаза нам открыли. Мы там помолились. Махачкала. Один из самых горящих точек. Значит вопрос с молодежью. Вот как брат сказал. Значит которые стоят там. Вы сами подойдите сейчас и скажите. Да я согласен. И будем заниматься. Речь-то о вашей душе идет. Брату не надо это. Вы не проходили оглашение. Не проходили. Не знаете. Надо пройти. Вы пришли в возраст. Моисей придя в возраст. Предпочел страдать с народом Божьим. Он сам пришел в возраст. Хотя был обрезан в детстве. Ну мусульман обрезает в 13-летнем возрасте. И фотографирует. Все он лежит. Парнишка. Учитель ему укол дает там в нижнее место. Чтобы не больно. Тут ему отрезают. Что следует. И все. Он уже теперь мусульманин. И разговоров никаких нет. Почему они все выходят? Вы не думайте что они такие молитвенники. Они без Аллаха жить не могут. Он не может жить один теперь. Он мусульманин. И поэтому миллион 200 тысяч на улице Москва одновременно опрокинули. Они стоят. У нас не было на 100 человек. Как отец Дмитрий Смирнов говорит. Нам никогда не сделать. Дисциплина. Вы ребята идете туда где вас ждут неприятности. Притом не детские. Как говорят проблемы. Фу. Окаянное слово. Вы останетесь одни и будете выпиять. Бог говорит. Когда я звал. Вы не отвечали. Вы будете звать и я вам не отвечу. Считайте Библию. Вы торопитесь скорее на свои лимузины. Вы уже ездите по аваре. Попали по разу. Будет еще. Это несомненно будет. Почему вас Бог любит. Если ты не избран. А твое место в аду будет. У тебя нормально будет все в жизни. Тебя через 10 детка Ходоровского выпустят. И ты за рубеж укатишь сразу. Миллиарды при тебе остались. Вы берите пример со всех. Мужества у вас никакого не будет. Попадете в плен. Из плена можно выйти. Если примете мусульманство. Примите в один день. Потому что перед тобой двоих уже зарезали. Не просто срели или упал. А режут голову. И как он трепещет. Лежит хрипит. Куда кровь идет. Посмотрите документальное. Примите. Тот кто не принял. Он в отвале лежит. Его не могут найти там. Я вам не желаю. Это я вам говорю. В жизни обстоятельства бывают разные. Вы подумайте. Как приблизиться не к нам. К Богу. Брат сказал. Там где-то приходят. Что-то. Я переписываюсь. Очень много. В интернете конечно. Теперь я письма не пишу. Набирает в семинарию. Епископ не знает что с ними делать. Там такой цинизм. Такая похабщина в алтарях идет. В алтарях. Это говорят священники. Которые мне пишут. Вот вы заговорили об этом. Это в самом деле. Это как так. Архиерей выходит. Архиерей. Это епископ. Архиепископ. Или митрополит. Только повернулся. Уже сзади анекдот. От семинаристов. Мы ничего не можем сделать. Зачем они нужны? Так а некого. Потому и некого. Потому что волчару отуставить это. А истинным-то ходу-то туда нету. Вот сказали. Приехал к нам сын отца Павла. Ермоленко. Из камня на обивание. Ваня. Стань-ка. Я тебя на вопрос спрошу. Ты в лагере у нас был? Был. У тебя что осталось от лагеря? То что ты взял себе для жизни. Потом еще. Первое время старался устав соблюдать. Не старался. А по инерции получалось, что по уставу. Но потом как-то падало постепенно. Что опять ритм терялся. С Божьей помощью вспоминал ваши слова, наставления. И все равно приходил к этому уставу. Почему ты бороду стал носить? Объясни. Что на тебя повеяло? Потому что в Библии сказано, не порть край бороды твоей. Ты материал в нашем бороде просчитал? Нет. Это укрепило меня просто. А до этого я так решал, читал и на основе этого уже сделал вывод, что все иконы, все, как бы сказать, святые, с бородами были. И все. Стремление к благочестию. Аминь. Ладно. У нас был здесь Вася Плотников. Первый год с Греции. Университет медицинский. И претензий за бороды вообще никакой не было. Никогда. Но я ему объяснил, отчего это у него сейчас такое случилось. Надо обрезать. Вот у другой этих людей берут на учет в определенных органах. Их легко высчитывать. А его надо было в другую общину. Я ему все рассказал по частям. Не знаю. Ничего не знаю. Я просто по линточке вытыл. В нашей общине все открыто не надо. Надо туда, где надо узнать. Который под сомнением. Его туда перекинули. Куда? К отцу Георгию Титову. Это органы все делают. Он говорит, если не так, тогда девчонки никакой нету. Женщина больше ни с чем не связана. Только так. Какая тебе причина была бы ты? У меня плохо на квартиру. Алифтина открыла дверь. У них вещь идет об общине. Тебя вызвали. Давнули. Я знаю. Я там бывал. Так вы родные наши, близкие братья. Здесь выросли, видели. Подумать. Алексей, я сейчас закончу. Подожди меня, пожалуйста. Вы сами разве не чувствуете, что что-то неладно? Из-за какой-то волосинки ты теряешь братство. Тебе это все нипочем. Но на этом, что вы сейчас имеете, вы даже того не знают. Вы все время получаете подпитку, находясь здесь. Когда вы потеряете общину, этого ничего у вас не будет. Вы не можете быть такими, как неверующие. Вы причащались. И демон берет всем злейших и входит в человека. У вас такая ярость будет, такая ненависть. Столько лжи из вас польется. Я был в этом общине, я знаю, это элитарная секта. Это я уже знаю, это стандарт. Грех монотонен. Грех монотонен. Ничего нового там не может быть. Это ваш путь. Вам это надо? Тем более, мир стоит, качается буквально перед великими переменами. Перемещение народов будет. Стоит вопрос об исчезновении не русских, а вообще славянской нации. Это в международном плане поставлено. И это они выполнить готовы. Но Бог. Им это не удастся сделать. С нами Бог. Мы поем. Покоряйтесь языки. В прошлый раз я вам говорил, как выступил председатель, его называют, кажется, миссионерского дела в Тумске, Степаненко, Максим. И назвал вещи, а женщина там взорвался буквально. Ну, а я здесь вам говорил. Так этот мой ролик собрания, обрезали, где я о нем говорил, растащили по интернету. Их, видимо, священникам дали, видимо, их митрополиту. И везде только положительные отзывы. А он выставил отреза на это, выставил себе и подписал. Вот настоящие друзья, которые познаются в беде. Лапкин и никогда не знал. Я бы сам о себе того не сказал, что он обо мне сказал. И уже через два дня мы с ним по скайпу разговариваем. Большая беседа. Теперь, следующий шаг такой, он приезжает сюда уже. Собирается приехать, и он приедет через одного священника, поучиться благовестию. Я уже ответ дал, как это будет. Там у них священник один в Томске, через которого все это началось, Сергей, отец Сергей Дудин. Я вам рассказывал о нем уже. О чем надо молиться. У него нет жилья, трудности, там болезнь, жена свое. Но все это перед Богом, в принципе. Главное, я-то внимательно смотрю, у нас большая переписка. Но она пока все скрыта, и с его разрешения Бог даст, когда-то она может даже будет опубликована. У него такие мысли, которые редко встретишь. Он против поднялся, против меня, и даже в интернете начал другим говорить, там, знаете себе. Но потом повернул назад, вернулся, попросил прощения. Для священников, для попов, патриархии просить прощения мирянинам. Вещь я на двух руках могу показать, когда священники-то до этого доходили. Это особый акт. А далее он встал, говорит, так, что его уже сделать вначале. Ты что, Лапкину продался? Это сектанты, это еретики, это раскольники. Я никого не раскалывал. Я говорю, вы сами упали, у вас голова раскололась. При чем тут я? Аминь. У меня голова целая, облачем не стягиваю. И вдруг в эфире появляется еще один, и тоже Сергей, и тоже Дудин. Директор какого-то там общества детского СПАС, называется, Санкт-Петербург. Вот Господь же так делает. И теперь он на меня выходит, узнает, что я 41 год начальник детского лагеря, и вопросы задает, и это все в интернет, через контакт выставляется. И столько благодарности, жена, видимо, у него там работает, Дудина тоже, и тоже благодарит, вы столько ответили, столько мне времени дали. Это все в интернете выставлено. Это на этой неделе что было. Это Бог делает. Я сижу дома и вылажу, ну как привязанный пень. Вот какие у нас изменения. Я в прошлый раз говорил, берите обязательно бумагу, покажите бумагу, кто записывает. Вот все, одна. Скажите, трудно это? Говорите оглашенные. А вы чем лучше-то их? Пойдем думать, ну я-то не оглашенные, а это они безбородые. Я же просил, вы дойдете и забудете, его звать Максим, он нуждается в помощи. И дальше мы с ним разговариваем, я говорю, ты сам-то хоть понял, что ты сказал-то? Так я вот имел такое значение, намного сложнее дело-то. Ты Б назвал женщин, которые незаконно нажили, которые идут. Так они в церкви, 90% таких-то. Ты в церковь ткнул факелом горящим. А у них есть учителя, священники, ты им буквально в бороду ткнул этим факелом-то. Кто у вас в окружении-то? Это которые люди не знают, за аборты там 40 поклонов и не пей к вас в неделю. Понимаете, что вы сделали-то? Почему мои сопастрии-то против-то не поддержат? Ну не все, конечно. Вот почему. Они сами показали, кто они такие. И они первые, которые бросили на него. Даже там сразу, вот говорят, Пилат и Иуда выступили сразу, первые, против него. Я уж не буду называть, слишком важные лица для меня. Значит, молитва. Мне сегодня напоминает. Вы в прошлый раз говорили о молитве, будете говорить? Вот это все о молитве. Если вы это знали, где ваша записка, о чем молиться надо? Батюшка говорил, закрыли разъезд, закрывают. Вы взяли, записали? Нет. Вы бы спросили, батюшка, а имена этих, которые были, представители президента и прочее. Не записали, вы не спросили. То есть прослушали, как будто, говорят, сладкозвучного гуслеца. Проиграл, батюшка, да и на скрипке езжай домой. Речь идет о серьезном. Негде останавливаться будет. Это связано с детским лагерем. Среди зимы не поехать. Им мало денег еще. Железные дороги, все в разобранном виде. У нас сколько было, все станции позакрыты. Мало денег, много на тормозные колодки идет. Даже не придумаешь, что сказать. А Ходоровский с какими миллиардами теперь за рубежом? Лебедев сидит, а я не покаясь. Все остается при тех. Я ничего не намекаю. Только на то, что не на колодках, когда затормозил. Ради человека тормозная. Тормознули царский режим. И 70 лет купаемся в этой мерзости. Не побоялись тормознуть? Исторический путь России был прерван первым еще. Еще при Никоне. Там не боялись тормозить. Десятки, сотни миллионов сделали врагами себе. По всему миру мы прославились как негодные люди. Значит, Степаненко, его звать Максим, снова напоминаю. Дудина, это отец Сергий. У нас очень теплые и близкие отношения. И сейчас последнее такое было. Несколько человек у них собирается приехать сюда. А я дальше говорю, у меня программа такая. Вы бы сказали своему митрополиту, митрополита Ростислав. О нем только добрые известия. Это там, который был на севере, где Михаил Фас. Вот он был, Игорь Добунов. Ростислав, митрополит. Домск. Я говорю, вы ему скажите. Он пусть местному Сергию Иваннику позвонит. Что вы приедете, возьмите митрополита сюда с собой. Мы во сне видели, что к нам патриарх пришел. Но он сразу говорит, это невозможно на 100%. Я говорю, а почему? Так они всегда разговаривают, смотрят. Я понимаю как. Даже он ничего бы не сказал, я знаю. Ну а как же так? Так о Христу идут, и он идет к какому-то римскому сотнику. Там выскочил, слуга, дошел. Не надо, не надо, скажи слово. Помните? И сейчас стою у двери и стучу. Господь сам просится. А тут великая шишка. Одного епископа спросили. А как ты стал епископом у католиков? Какие-то у вас качества были еще? Он говорит, а на кого Христос плюнет? Говорит, тот и епископом. Вдумайтесь в это. Из пленения, из пленения сделал брение. Я был слепой, глаза помазал. А теперь я вижу. Вот я теперь епископ. А уж какой Бог поможет. Буду, может, и лучше. Вы то, что я вам говорю, записывайте. И тот тоже Сергий, председатель этого детского какого-то там образования, помощи, брошенным детям, спас называется. Вы можете найти. Какая у него благодарность. Как он вышел, как говорил. Это в ролике мы уже выставили, и уже он пошел по эфиру. Они сами на меня, видите, выходят. Ни одного из них я не искал. Это дело Божье. Я сейчас в Эфире дороже Сергия Дудина, как будто никого не имею. Буквально все через него идет. Его уже начали везде своих давить. Я говорю, говорил, вам не выдержать. Вы молитесь. Не вылазьте сильно-то пока. А крепните сначала. Вы знаете, прославляется всем. Если спросить людей, которые где-то, в другом месте. Я говорю, мы с Алтая. Ах ты, что это такое? В Венгрии никто не знает, где Алтай. В Румынии не знают. Не знают. У нас в России где были, мы говорим с Барнаула. Ну тут знают, даже щеченцы знают другие. А ничем Барнаул не знатен. Был тут Суриков, нет его. Погиб Евдокимов. Никого не знают. Они знают только одного человека здесь. Вы знаете кого? Да. У Сюжанину. Это у вас воскресла женщина? И везде меня. Так вы из Барнаула? А вы случайно с ней не встречались? Значит вопрос воскресенья, я говорю, на первом месте стоит. С ней Бог совершил великое чудо. Вот приезжал, здесь у нас день открытых дверей был, Лозовой Павел. И он мне как раз пришел специально о ней расспросить. И уже по эфиру по Барнаулу вышла. Мне прислали оттуда. Когда он говорит, и ГТРК записанная. У Сюжанина. Самая знаменитая за все годы советской власти по сегодняшний день. На неделе мне, кажется на неделе было, скинули материал один. Выступает Андрей Кураев. Я не знаю где он выступает, потому что в аудио, не в видео. И он говорит, говорит там о разных таких нужных вещах. А потом вдруг так стоит, стоит там сидит уже и говорит. А запись, видно микрофон рядом, запись чистая. И все это в интернете. А вы знаете кто у нас сейчас самый знаменитый миссионер, там проповедник в России. Не знаете. Да, именно из ныне живущих. Не знаете он. Латкин и Игнатий. Ничего себе. И дальше он начинает говорить. Знаете, это что-то особое. Какой-то вот сплав такой. Баптизма и старообрящества. Значит то, что какой-то особый пиетет. То есть уважение, любовь к Библии. И в то же время строго устав, чтобы было как положено. У них, говорит так, за 15 минут должны все войти. Потом дверь запирается, никого уже не запускают. Ну, про Потеряевку, как говорили. Они, говорит, если в общем поступает, у него лишний вес. Его на весах взвешивают. 15 килограмм лишних. Его под пол сажают, сухарик дает ему. А потом поднимут, взвесят. Не дошел до нужной кондиции. Опять его под пол. Ведь это все надо кому-то придумать было. И там тоже. Ну, вы его не знаете. Я его знаю. Я у него бывал, там то другое. Знаете, это человек безбашенный. Я говорил об этом. А дальше он начинает говорить, и я ему завидую. Он плевал на всех, которые говорят. Плевать ему на это дело. Не сходится с Библией, вопросов нет. А я не могу так сказать. Я думаю, что епископ скажет, что такое-то. Это значит в полноте он не может раскрыться. Андрей Кураев, запишите. Мне нужно, чтобы он вышел на меня. Я за него каждый день молюсь. Но у него какие-то там, которые выступили против, я прочитал очень резкие такие слова, против Степаненко. Он выступает. Даже если не согласен, да тот ли этот момент, когда выступает. Вот в заключении были. Сегодня рассказывал батюшка один. Молился в заключении, а за ним стоил. Это Володя Устинова, отец Александр Иванович Устинов. Это у него так было. Там нас это не разделяет, потому что мы перед Богом на молитве. А на молитве все одинаковые. Вот мы сейчас поговорили о чем. Вы сразу пишите эти имена. И я не знаю, я молюсь сначала за болящих, за пьяница отдельно у меня, за неверующих, за Горбачева, за Невзорова, за Степаненко, которому есть. И отдельно идет те, которые не обратились, отдельно которые ушли. То есть за кого молиться, вы разберете по группам, чтобы ты знал, за что и как молиться. Вы записывайте. Еще прошу в следующий раз приходить с бумагой, с карандашом. Трудно это? Всю бумагу исписали, я вам дам. У кого нет бумаги, подойдите. Притом бесплатно даю бумагу. У меня сегодня неполная служба была, я здесь занимался с одним ребенком. Ребенок кричит, ребенок никого не слушается. И не знает, что делать. И видно, что упущено. Два года назад я эту тему поднимал, были с ребенком. Я сказал, ждут вас неприятности и большие. Я рассказываю, почему именно, что главное. Как говорит этот вопрос, еще более усугубился. Я просто повернул к себе лицом и держу, потому что она кричит. Она мгновенно мне в бороду вцепилась и стала дергать. Ну это я пропустил мимо, маленько поглянь, и она бьет по лицу. Вот дальше уже, понятно? Это не сегодня началось? Да нет. Ну что, годится? Лекарство есть. Я лекарство это называю, все ли слышат это? У меня был здесь знакомый один брат. И у него беда была, что он иногда спотыкался, пил. И он на замечание, пройдет полгода, он опять ковырнулся и не знает, что делать. Я знаю лекарства, и очень действенно. Я знаю такого лекаря, который лечит очень хорошо от этого. А какое? Ко мне на квартиру переходить. Моя квартира. И он перешел, а что больная мать, наши сестры стали ухаживать. Он неделю у меня живет, он забыл, как название у водки, какую пьет. Но я сказал, днем ты иди на работу, вечером приходишь. Никуда не заходишь. Встаем вместе со мной в 4.40 утра. Полная молитва, как мы утром, чтение Слова Божия. Он все это воспринял, от него вся шелуха соскатилась. Вот и все. Я говорю, ребенка, отдайте мне этого на недельку. Конечно, не тому, кто за стенкой живет, кто собой сам не руководит. Там ничего не получится. Ребенок, вот этот, я не об ней говорю-то, он талантливый просто. Дали мне кружечку синенькую. Я вот эту вот говорю, дайте-ка, я сейчас ей займусь. Я подставляю, пока не наплачешь, ты от меня не уйдешь. Она замолкну сразу. Другой спрашивает, кто преподает урок, ты будешь плакать, я не буду. Я отпустил, она опять зарег, я опять зажал. Ей лежу по-своему. Я ногами держу ее, руками. Ей надо вылезти наверху. Дальше она не знает, конечно, ногами вставать еще не умеет. Ей только по своему самость. То есть самое отрицательное качество, которое не даст ей выйти замуж, не даст ей быть замужем, не даст ей нормальное общество иметь ни в институте, нигде. Вы понимаете, что вы сделали? Вы ответственны перед Богом. Почему она в семье этого не была? Она нервная. Ей никакие пилюльки не помогут. Что вы делаете, лечите. Все правильно, медики приписали. Но она на нервной почве все пережигает. В кровевой больнице я видел везде лозунг. Курение и лечение несовместимы. Три слова. У меня большие материалы приготовлены. Я не называю, вы если знаете, для себя запишите, о ком помолиться. Крепко помолитесь. Крепко, потому что я молюсь постоянно за родителей. Эти люди молодые, хорошие, настоящие христиане, могу сказать. Но там детки и бабки с двух сторон. С одной стороны, родители совершенно ничего не скажут ребенке о Боге. А с другой, под разными условиями, но не дома. Баба. Надо себя ломать. Через этого ребенка Бог показывает, кто мы такие были бы. Если не Христос. Те, которые молодые люди, куда-то идут безбородые. Вы ставьте вопрос на молитве один. Избран я или не избран? Если не избран, тебе ничего, никакие припарки не помогут. Если ты избран, у тебя дух молитвы будет. Я вспоминаю себя. У нас все-таки 10 живых, 12 детей у нас в семье было. У меня это было вот такой вот. Я не знаю, во сколько лет научился считать, но в пять я отцу считал районную газету. До школы. И мать уйдет, я псалтырь достану на славянском языке, переписываю и заучиваю псалмы. Наизусть. Маленький, пять лет, я старался где-то спрятаться и помолиться. Это избрание. Это со мной было везде и всюду, и оно в конце привело к тому, что Господь привел меня в такой дом, где есть Библия. Ну вот такое дело. Это избрание. Если ты не избран, тебе не поможет. Вымоли у Бога это. Дорогие молодые братья, я вам, вы братья еще наши, прошу, усильте себя на молитве, объявите пост и помолитесь. Господи, я не чувствую этого избрания, или я потерял его. Верни мне. Не отступлюсь, ухвачусь, зарезу, буду волоком идти. Но дай мне жажду молиться и иметь общение с тобой. Молитва это связь с Богом. Другой связи не существует. Я не могу бросить письмо, не могу подойти и обнять, пока мы видим Христа только умозрительно. А тогда, говорит, увидим Христа, когда умрем. Каков Он есть? Один к одному. Сегодня, сейчас попросите близких, кого у вас люди есть, и скажите, я вижу, ты ко мне хорошо относишься. Ну вы любите тех, кто вас не осуждает. Ну такие люди есть, которые, ну они молодые, ну молодое дело, как Шариков говорил. Да подумаешь, там девку ухватил, зажал. Да молодое дело. Не надо быть Шариковым. Вы обратитесь к тем, кто строго вам сказал. В первую очередь, к брату Игорю. Брат, ты хочешь меня понеси? Я сам уже идти не могу, ноги заплетаются. Я могу вам гарантированно сказать, что брат не откажется молиться. Жена верующая. Вы поднимите всех на молитву. Мне молитва с каждым днем увеличивается. Почему? Люди просят, ну возьмите меня к себе на молитву. Сектанты, католики, мусульмане просят молитву, чтобы о них молиться. Притом с разных стран, я даже не знаю откуда, нету, и Австралии, и Германии, и Америка, и еще только нету. Помолитесь. Мой ответ-то Бог дает мгновенный. Вот только молишься, мы с вами, мы с Амали, только шаг шагнули, и сразу все начинает исполняться. Господи, или короткая моя такая жизнь, почему ты даешь мгновенно? Это обычно Исаак 20 лет молился, а не плодной жене. И вдруг забеременела. С чем мы беременны еще надо определить? Так, я разные вопросы такие беру. Батюшка выходит сегодня, видели, нарезе у него нормальный крест. Обычно такие винтифлюшки делают в виде креста. Срезать все, он разрешает. Но прежде чем срезать, посмотрите, как сделала тогда Света Клюев, Светлана Викторовна. Она ушла, а от нее столько добра осталось. Вот это переписано глухонемых. Найдите ее с одной целью, поблагодарить, низко поклонитесь ей. Тебя скажу, вспоминаем каждый раз здесь, как Любу Яговитину, Любовь Ивановна. Вот люди оставляют после себя. Помолиться. Вот что такое молитва. Молитесь постоянно. Молить и будьте постоянно. И спрашивают, как? А так, ты сделал кому-то заборок, ты лег спать, а там другие световые по лесам там молятся. Ты уже спишь, а там еще день. И они молятся благодаря за тебя. И все. Спасибо Господу, что ты есть. Вот такие слова. Сектанты они, спасибо, с Богом-то так как бы не разговаривают. Об этом надо хорошо помолиться. Так, у меня кое-что тут для вас есть. Кто у нас склонен к старобряческому пению? Такое протяжное пение, это Морозовские и другие. Ну, старобряческие, как до Никоновой реформы. Такое, да? Вот мне подарили это, не могу даже понять. Я только что ее вскрыл. Я вчера послушал. Мало того, до кустаробряческих, еще более древние нашли и восстановили. Вот она руку первую подала. Дай-ка, дай мне, а ты потом ему дашь. Мне вернешь. Отвечаешь за это. Так, ко мне приходил добрый мой друг, Виктор, и сказал, что посещает жена у него, Александру Ивановну, и там нужно какие-то, что-то им показать. Вот я отобрал, что можно показать. Передайте туда. Это записи. Посмотрите. Я что мог, то сделал. Геннадий Пикторович, можно по теме? Это уже другие темы. Я попрошу сейчас тишины, несколько минуток, пожалуйста. Послушайте меня, не перебивайте. Я хочу задать несколько вопросов братьям и сестрам. Почему? Просто я услышал ухом, так сказать, комментарии, когда начинаются разговоры в плане, кто-то там не рожден свыше, не прошли чьи наглашения, и давайте сделаем так, давайте сделаем сяк, введем некий закон. Все это понятно. Со многими вещами я согласен, что Игнат Тихонович сказал, братья сказали. Игорь заставляет ребят учиться, приходить на занятия, и в бороду уцепились. Так сказать, пожалуйста, я с этим согласен. Только мне непонятно, при чем здесь борода и оглашение. Я хочу задать вопрос общине нашей. Скажите, человек, который крещен, по всем правилам, батюшкой, отцом и акимом, его имя записано на небе или нет? Записано. Записано. Он верный или нет? Верный. В момент крещения. В момент крещения. То есть у вас есть момент крещения. То есть вы уже записано на небе или нет? Еще раз, пожалуйста, секундочку, не перебивайте. Или нет? Записано на небе или нет? Кто с неба может сбросить человека и не пустить его в Царствие Божие? Кто? Он сам. Он сам. Это вопрос по поводу Иуды. Кто его не пустил в небо? Бог или он сам? Сам. Сам. Вы это понимаете? Есть человеческое... Когда человек приходит, у нас есть таинство. Я верю в силу таинства. Какого? Исповедь. Человек приходит на исповедь. Он осознанно приходит. Для чего? Чтобы пройти эту больничку. Чтобы человек излечился. И батюшка, и церковь опускает его в план, в чин оглашения. Он как бы больной. До определенного момента излечения. А можно в этот момент человек может потерпеть колебокрушение и упасть, выйти из церкви? Всегда. Может быть, если произойдет одно событие. Какое? Нет. Какое? Когда человек может выпасть из церкви? Лишь только тогда, как говорится, существует один единственный грех, когда он курит Духа Святого. Если этого не произошло, то человек в чине оглашения, когда выходит приобретенное, то, что батюшка назначает, это как больничка, это не означает, что они оглашенные. А в том, что те оглашенные, которые готовились к вере, это совершенно разные вещи. Вы немного это осознаете или нет? Что те, которые были неверующие, готовятся к чине оглашения, и потом они оглашаются, приходят в церковь и становятся верными. А это уже верно. И поэтому не путайте, пожалуйста, эти вещи. И не придумайте новых законов. Если у вас сейчас так, вы сейчас новые тут законы повводите, что сейчас давайте всех оглашать, они уже верные. Вопрос совершенно в другом. Часто Игнат Тихонович говорил, и я с ним согласен был, но у меня все время существуют внутренние противоречия. С чем оно связано? Крестить детей или нет? Я согласен, что нельзя, потому что лишается ребенок самого главного. Все время идут ссылки на мусульман, вот какие они хорошие. Да, нужно брать дисциплину, их еще можно поучиться у них, но у них нет той свободы, которая есть у православного, у христианина. Не будет ее никогда, потому что человек православный не должен ее никому отдавать, поверьте, никакому человеку. Вся литература наша христианская, в том числе и Достоевский писал об этом, что самое главное, самое мучительное, это мы отдаем свою свободу кому попало, потому что мучаемся с этим даром. И в Великом Твизиторе, где он говорит, что ты сделал, Христос, ты взял эту свободу, которая была, увеличил до бесконечности. Вот оказывается, что вы лишаете их свободы? Я говорю о другом, того права выбора, когда это произойдет. У меня в 30 с лишним лет борода начала только расти. Я смотрю на них, она и не будет расти еще долго. Я начал бриться специально, чтобы попасть, гнать ее тихо на занятия, чтобы у меня хоть борода как-то начала росла. Она у меня три волосинки торчала, помолился, ну вот вроде бы есть, слава Богу. Вроде мужской лиг какой-то внешний. А у вас, оказывается, вера вся в бороду ушла. Что же вы путаете это все время? Что, крылья вам мешают или ним по вам жмут? Немножко так хоть задумайте. Это верно? Да, они сейчас оглашенные. Они приобретены, они выходят. Я верю в силу благодатного чувства, что им все-таки через родителей и через батюшку церковь дала Духа Святого. Их записала на небе. И выбор этот произойдет когда-то. Я не знаю, может быть, кто-то и отпойдет. Может быть, я не знаю. Но я верю, что зерно брошено. А то, что на занятия, силком, пожалуйста, связывайте, привязывайте. Думайте, это будет лучше. Возможно, может быть, лучше будет. Но не путайте оглашение то, которое было, и то, что сейчас вы придумываете. Это неправильно. Я против этого. Причем я ей поднял одну руку. Слава Богу за все. Подожди, минутку. Брат, одну минуту. Скажи. Ну, я только к тому говорю, что это камень-то в мой огород. Но не знаю, вы тоже присоединились к этому. Я хочу так сказать. Брат у нас умеет говорить, я знаю. Это называется... Это не надо говорить. Это называется... Брата не надо. Он сказал, это записано все. Да, это записано. Ее конкретные слова разъясняй теперь подробно. Но теперь он же сказал-то, я к его словам-то привязываюсь. Я-то сам все сказал уже, я отступил в сторону. Я могу так сказать, что вера от слышания, слышание от слов Божьих. Они этих слов Божьих просто не слышали. Их крестил батюшка, да. И при чем здесь, ты говоришь, я верю, потому что благодатная сила Господа нашего, ну, никак не... Батюшка, он что сделал? Апостол Павел, как сказал? Я призван не крестить, а благовестовать. Я уже забыл, кого там крестил. А Гая там крестил. А там семейство, может, Стефанова. А еще кого крестил, не помню. Он что, не помнил, что ли? Так он для того, чтобы не привязывались к окрещению. А чтобы самое главное исполняли. Вот сейчас Игнатихныш говорит по интернету, у него появились, у нас появились друзья-братья новые. И они едут для чего? Крестить? Да не крестить, а благовестовать они едут. Простите, пожалуйста, что я так на ваши уши влияю. Так, подождите, ребята, спокойно, слишком много эмоций. И поэтому мои эмоции, да. Мои эмоции просты, как у любого верующего. Я хочу видеть всех верующими. А оглашенными, еще раз скажу, они могут всю жизнь быть. И ты будешь наблюдать, брат, внимательно за ними, как они будут этими оглашенными. А вот на это умфовать, что я верю, когда-то... Давай приложим какие-то усилия, брат, для начала. И ты сам оставайся и начинай их учить. Я поясняю, эти слова, может, не поняли. Оглашение нужно им не в то, что верить. Когда они приходят, у нас идут здесь занятия, мы практически всего касаемся. Но дело в том, что действительно, на то, что я верю, и когда-то... Я говорю, ты верила, что? Да, я хотел заниматься с ее сыном. Я верю, он все равно придет. Теперь я говорю, где сын? Да повесился. Ну а где твоя вера-то? Ты же мне говорила. Другая говорит, моя дочь, я знаю, что она к Богу придет. Она столько слышала, где она, нету ее, нету. Она наркоманкой стала и сгинула. Вот это я верю, это, знаете, даже не за шатким основа, никакое. Это в эмоции человек может сказать. Ну, в чем основная вера? Никаких доказательств. Во-первых, у них ревности нет. Они не приходят. На какое дело позвать? Ну, только что уже, не знаю. Даже с крыши снег скинуть, и никого нет, приходится самому лезть. Я с крыши снег снимаю, снимаю, в прошлом году скидываю, а по интернету, у вас что, моложе никого нет? Сбросит-то. И все. Не верить не во что. Ребята, момент такой, что вы, будьте, как дядя Леша сказал, покажите себя. И видно было, если вы с детства столько слышите, родились в христианской семье, то вы разве такими должны быть? Я говорю, знаешь, что ты верующий? А кто знает? Тебя даже там не знают. Я обращаюсь к тебе. Я обратился в 17.00. 27.00, а в 20, как я шагнул уже на корабль, весь корабль знал, и весь караван корабля и кутру знал, что я сошел с ума, я стал верующим. Знаю тебя, покажи, говорит, без дел твоих веруют. Она без дел. Ничего нет, пришел, отстоял, пропускаю. Не делайте этого. А меня выталкивают. Вы что угодно можете говорить. Вас никто не выталкивает, просит. У нас были потеряющие. Когда говоришь, ты нарушаешь здесь, вы меня выгнать хотите? Что делать со мной? Я все равно не уеду. Эти слова здесь Раиса Николаевна всегда говорила. Кто это говорит, я уже знаю, их не будет. Как Миша Никитина. Он постоянно, я никуда не уеду. Все, продал, баня разворачил. Все, теперь как продать подороже? Это ничего не получается. Нанял баню за столько-то, допустим, за 50.000 продать. Они сами разбирали. А платить стали, платят на 15 меньше. Так мы же договорились. А мы сами ее разбирали. Приехали три мужика. Ну и умылся. Ты обманывать умеешь, что тебе обманщики такие будут идти. Другим сортом тебе подсунут продукты. Живи честно. Крепко на земле утверждайся. И в семени твоем будет опора тебе. И не постудишься, говоря, с врагами в воротах. Молодые братья, надеяться пока не на что. Вы себя не зарекомендовали. Вот показали, к нам пришел такой-то человек. И он ходит на занятия. Только начал ходить. Вороду не касайся. Да к нам такая плохая там. Неужели все... Это все атеисты нам, безбожники. Вот вернут в бороде. О ней речь зашла. Сейчас мы говорим не о воробьях, а о бороде. Надо вначале говорить о бороде. А вы не говорите о блаженстве нищей духом. Ну что попало? Сейчас конкретно речь идет о бороде. Брить нельзя. Нельзя, и вопрос решен. Почему смысл нормально? А у них так. Пример. То есть эти люди не доросли еще до мусульманства. Там бы ты по донитке ходил. А в христианстве свобода. Ты должен свободно это избрать. И больше не прикасаться. Было о чем разговаривать о бороде? Да не что. Я когда еще Евангелие не получил, я уже на военном билете с бородой. Я один раз увидел, прочитал у Достоевского. Мне этого достаточно было. А тебе столько в такой общине. Ты слышишь и не знаешь. Вы не забывайте. У нас приближается время. После 19 января, в первое воскресенье, день общины. Мы договорились, что пригласить священников. Напишем им послание. Сделать в субботу. Но в субботу-то в 10 утра кто из вас придет? Мы-то делаем собрание для себя. Теперь мы решили на этом фоне других пригласить. Они в воскресенье заняты, священники. Мы пошли на то. Но приглашая тех, мы не знаем, придут или не придут. А свои-то тоже не придут. И получается, что меняют тактику. Мы теряем все. Но воскресенье первое мы для себя еще раз сделаем. Скажите, кто мог бы прийти в субботу за 19 сюда в 10 утра? Могут быть священники здесь. Могут быть гости издалека. Ну, 5 человек. Надо надо ранее даже прогнозировать, как это будет. Надя, надо уезжать. У нее объявление. Надя, говори, объявление. Я люблю, поеду. Я тебе дам. Настя, я, знаете, у нее проблема была. Я как бы просто отреживала этот момент. Нет, поэтому в курсе. Я сказала, может быть, там это на собрании поднять. Она говорит, ой, нет, меня и так вот говорят, что много от нее вроде проблем у нас в общине. Я говорю, да, я говорю, Настя, если у тебя такая сложность, мы тогда все время себя позиционируем как семья. И если ты нам не будешь рассказать, кому ты будешь рассказать? У нее здесь в Алтайском крае никого нет. У Андрея была только одна мать, мать умерла. Кому ты пойдешь? Родственников там, близких нету. Сестра там, которая, Андреева, полусродная там, она сейчас спивается. Вот. Ну, в общем, вопрос в том, что она все эти годы со всеми детьми была прописана в летной школе, даже не работая там. Ей продляли. Один год ей пришел новый директор, сказал, нет. Я звонила в управление, которому подчиняется эта школа, с секретарем разговаривала. Все, уже после обеда пришли к ней домой, сказали, иди прописывайся. Прописку давали временную. Есть такая законная форма, временная прописка. Проходит год, она теряет свою силу. Не важно, дети, не дети, теряют силу прописка. 28 декабря. Много лет она была, сколько дети у нее были, там прописано. Она и пособие получала, и везде могла встать на учет. И имея прописку, сами знаете, без прописки с детьми вообще нельзя. Нельзя. Неделю дети не прописаны. Это уже или административно, или как там правонарушение считается. Неделя, и все, дети должны быть прописаны. Пришли через месяц, все, будут уже дознаваться, где дети были месяц прописаны. Все, 28 заканчивается прописка, им в этом году ее не продляют, потому что школа лишилась тех метров, где она могла их прописать на базе чего. Сейчас там у них отчуждение этой площади произошло, и школа не имеет права ни курсантов, ни работников прописывать. А Настя там не работник, Андрей там давно уже не работник. Они вообще чужие люди, их по милости просто прописывали, и сейчас она лишается. Вопрос, скажи, какая. Вопрос в том, кто-то что-то, да, потому что она уже ходила к полнохоченному по правам человека. Она ходила в центр, где вот по бомжам занимаются, безопределенные стажировки. Ей там отказали, она ходила в центр помощи разные, чтобы ей дали эту временную прописку. Кто может их на год прописать, пока они дом дострают? Будьте уверены, что они не будут иметь права на вашу жилплощадь. Придет время окончания прописки, они выписываются и все. Их даже в паспорт не прописывают, дают просто блан. Временная прописка, временная. Так, понятно, кто может прописать их? За мусор, то, что с вас будут начислять, или за лифт, будет проплачено на год вперед. Сразу я сама за это вот буду отвечать, что вам заплатят деньги, которые с вас, ну, квартплата повысится же, правильно, что прописано 5 человек. Вариант с той квартиры, где Андрей прописан, отпадает. Настя уже туда не один раз пыталась прописаться. Они сказали, вообще не лезь, мы квартиру сейчас продаем, Андрею долю отдаем. И все, никого мы прописать не будем, там даже разговаривать не хотят. К кому их прописать? Так, кто может прописать? Вопрос один есть. Вопрос. А Андрей где прописан? Андрей был прописан там, где мать его прописывала. Мать у себя прописывала. Мать умерла. И что? А прописку что, смерть матери аннулировала? Он-то там прописан. Ну и все, а какие разговоры-то? И он имеет право на своей территории прописать детей. А ты уверен, что это его территория? Настя туда ходила, они сказали, что они на продажу квартиру выставляют. Он на сведе. И теперь ограничения какие по прописке? Ограничения по прописке. Факта, что он собственник вообще нету. Да даже не собственник. Любой из родителей правит прописать своих детей там, где он прописан. Хотя они дают прописать, потому что продают дом. А это не законно. Они не хотят. Это не законно. Мы уже этот вопрос пробивали. Здесь бы даже не стали об этом говорить, если бы там был шанс прописаться. Кто их может прописать? У кого позволяют метры? Сейчас метры, не важно. Сейчас таджики, тысяча человек в одной квартире прописываются. Это не важно. Мы сейчас за тысячи человек, что это будет преступление. Будет когда-то. Сейчас еще нету. Это таджики. Кто может прописать их на этой неделе? До 28 числа дети должны быть прописаны. Кто может прописать? На полгода, на год временную вот эту регистрацию. Все, что у вас будут траты с этим связаны, вам все будет компенсировано. Вы попробуйте хотя бы это счастье. Давайте помолимся. Может быть, какой-то шанс где-то она в другом месте найдет. Она ищет. Она везде ездила, здесь всю неделю моталась голодная по городу. Знаете, обычно, когда говорят, я когда получил вот эти здания в частной квартире, я думал по квадрату, по 10 квадратов на человека, а у меня такая большая площадь. Я стал прописывать подряд всех. А оказалось, платить за всех надо, за мусор, за воду, а их никого нету. А больше платят за прописку, а я плачу за то, что прописал. У меня все как-то получается не так. Я плачу, и никого нет. И прописаны те, кто ушел из общины. Я их найти не могу. Был этот Афанарил, он вообще уехал в Казахстан. А с меня каждый месяц гладят и гладят и гладят. Вы его выписать можете? Я бился, 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 маленько только умешал, до пяти. Но за пятерых с меня уже обзыскивают. Они все время добавляют. Да ладно, тут еще вот собирает поскольку-то за это деньги, Людмила Степановна. Я, кажется, не плачу. Я бы прописал, но я настолько обжегся, что даже не знаю, что и как. Просто не могу. Мне некогда, я езжу, убываю, не езжу, если... Да еще отдавал прописать, а потеряли Домовую. А Домовая год ушел на фашизу. Брать объявление можно я сделаю? Я уже недели две его не могу сделать. Подождите. Юля связалась с группой людей, ну как, эти, Генеон. Они издают вот эти Новые Заветы. Но это не Новые Заветы, это четыре Евангелия. И они занимаются распространением этих четырех Евангелий. То есть по желанию могут выслать тебе определенные материалы эти бесплатно. Но одно условие, ты его раздашь и хотя бы там несколько снимков сделаешь, что ты вот так стоишь и кому-то раздаешь. Поэтому у меня их сто штук, две коробки. Я их притащил, тяжеленькие, дома. Потому что я имел намерение, я написал, что мы община. Я этим, в принципе, занимаюсь. Я состою в обществе Генеона этим занимаюсь. И вот, это православное общество, как говорится. Футболку мне выслали, две футболки, там написано все. Поэтому кто хочет приобщиться к этому явлению, например, вот на крещение Господня на 19 января, там под Новый год можно выйти там куда-то, я не знаю, на Рождество, поучаствовать, вы будете в этом движении. В этом движении называется Евангелие в каждый дом. Вам будет выдана футболка, если вы хотите на свой тулуп ее натянуть. Потому что почему-то они их выдают, и я не знаю, куда ее одевать-то зимой, например. И можете поучаствовать. Кто хочет, подходите ко мне и давайте организуем группу. Вот лежат Евангелие бесплатно. И по молодежи. Вот говорили по молодежи, я еще с самого начала хотел сказать, кто хочет, вот молодым эпидемию, если хотите. Вот, молодые, подходите ко мне, будем заниматься распространением. И еще момент по, как раз по оглашению. Есть такая юридическая тонкость, может, Севастьян меня поправит. Да, они являются записанными в книге жизни и не являются оглашенными. Но за прегрешение они переходят в разряд оглашенных, и имя их может вычеркнуться. Поэтому по виду и по внешним их действиям их можно рассматривать как оглашенных. Мы в этом не согрешаем. Поэтому не надо тут путать дар Божий с Ишницей. Если по виду и по действиям он не христианин, значит автоматически он становится оглашенным и может выходить или не выходить. Но решает, конечно, в конечном итоге священник. А Игорь просто призвал вас к покаянию, братья молодые. Никаких обид, но юридически он не погрешил никак. Так, все, Игорь. Так, старые календари от новых почти не отличаются бесплатно. Возьмите, кому-то дадите. Передай. Ну, спасибо. Передай. Любовь Петровна. Передай. Слушайте, я хочу вот что передать вам. Чтобы вы помолились. Раиса Николаевна разбилась. Да, разбилась. И шла она с дочерью. От нее оторвалась там на автобусах. Не знаю как. В общем, левый бок черный. И над этим глазом вот такая шишка. Да, ей операцию должны делать. Но я не знаю. Тромбоциты это что, красные или... И вот это самое. Помолитесь о ней. Не знаю. Каждый день. Каждый день. Так, где Законяева Галя? Татьяна Духмична. Галя звонила. Галя звонила. Они здоровы все. Но приехать они не могли. Какое у них там мероприятие, она не объяснила толком. Но может быть у Ливии. Она тоже не в курсе пока. Так, ты вражь, позаботься о Законяево. Что там у них? Разберитесь до конца. Они не болеют. Они не болеют. Какая помощь им что? У них что-то там куда-то или с машиной или что-то такое? Что-то с машиной. Там же снегопад еще выпал. Я не знаю. Она мне смс-ку прислала, они не болеют. А что, почему? Брат Игорь, расскажи про свою тещу. У меня теща сломала руку. Ну, к сожалению, объявление доходит поздно. Но рука заживает долго. Поэтому вы не опоздали. Она сломала, шла в Рубцовский, упала. Обвиняет городские власти, что поставили бордюры. Но это шутка. Воспримите. Бордюр был, и она бордюру стукнулась. И весь брат мэра. Но бордюров не было. Перед тем, как она еще ходила целая, их не было. Вот все совпало. Все, Игорь, я даю старые календари. Они ничем не отличаются от новых, кроме чисел. И какое богослужение святые, все попадает на тот же день. Православные смотрят, что можно поесть. С маслом или не с маслом. Больше ничего не смотрят. Так что берите. И читать, что вы берите. Берите. Так, послушайте, у меня одна есть идея такая, заманчивая. Но серьезно только относитесь к ней. Мы много лет молимся о том, чтобы у нас был священник. Даже он был уже, и мы снова потеряли его. Потому что священник потерял веру. Он был. Ну, Желтухин Александр здесь. И он кончился у него. Она же едет с архиереем. Архиерик говорит, ты будешь служить. Вам, говорит, лицемеры нужны. Сам, Александр так. А владыка говорит, а зачем? У меня и так их хватает. И все на это. Он ушел, а вообще никуда не ходит и нету. Поэтому местные священники, когда были в епархии, они, вы думаете, мы покусимся у вас на богослужение. У нас ни один не потянет. То же самое богослужение, народ другой. Как исповедовать? О чем говорить? С людьми как говорить? Нам, говорит, задают вопрос. Покойника хоронят, а можно его? Кому можно саловать, а кому нельзя? Покойника. Не расстанутся никак с мощами. Нам нужен священник. Нужен из своего круга. Должен быть точно по канонам. И по канонам, по Теряевке, в прошлый раз мы голосовали как-то священникам. Но рукополагать их некому. Они уже оба были бы, может, согласны. Один, хоть сегодня, это Андрей. А Витя Савченко, он неженатый. Придумали, неженатого нельзя. Ну, сейчас там целебат принимают. Вот. И я подумал. Внимательно слушайте. У меня мысль такая пришла. Мы собираемся нынче ехать, нынче, в 2014 году ехать. И едем в первый пункт, это Украина, там или Молдавия, через Румынию и в Грецию. А в Греции там много знакомых, где можно было подойти, рукоположиться. Но он неженатый, значит, первый вопрос нерешеный. Она должна быть девушка. Девушка. Жените его. Не боджина, не артистка. Должна быть глубоко верующая. И мы дорогой его могли бы рукоположить. Это было бы интересное решение вопроса внезапно. Просто помолитесь. На молитве называется. Больше ничего не скажешь. Помолитесь. Я это говорю даже без совета с батюшкой, без совета с Витей. У меня мысль эта пришла, я говорю, это реально. Лучший Витя Николаевич, это благовестник, это учитель, это спортсмен, это все, что только нужно, все у него есть. Это было бы, да. Вот теперь нужно, чтобы была ему нееста такая же. Да на. Начинает возраст вымерять где-то. Вы не забывайте, что Богородица родила, когда Иисуса держала на руках, ей не полных 15 лет было. А ему, ему было 72 года. Иосифу. И люди-то все считали, что от него родились. Вопрос не стоял, старый, не старый, вообще не было. У женщины есть определенный возраст, до которого нет, для мужчины нет канонов таких. Намного она моложе или нет, решает он и она, только и всего. Хотя церковь рекомендует, чтобы не старше 13 лет. Так, я еще чуть-чуть, как раз про тебя хотел сказать. Да? Да. Вы знаете, у нас фамилии разные. И люди, которые давали фамилии, видимо, назначались особо из таких умных, прозрительных. И идет человек, кто? Отец кузнец, кузнецов. А у этого петухов, драчливость, петухов. То есть, всегда находили что-то, чтобы нестандартно было. Иванов, Петров, Сидоров. Много попов, потому что везде был попов. Протопопов есть, протопопов. А епископов, в епископов, чтобы фамилии не было, потому что у епископа нет детей. Вы сами посмотрите. И есть только одна божественная фамилия. Только одна. От Бога. По имени Бога. Яковлев. Итак, Господи, благослови нас именем Бога Яковлева. Вот он, Яковлев. У него от Бога фамилия-то. Он сейчас дает. Он тоже от Бога. Сын? Я говорю, сын тоже. Божественная фамилия, Никита, у тебя. Ты будь достоин своего отца, кто дал тебе фамилию. И кто не знает у меня фамилии, откуда лапки. Это не волчья лапа, не паука лапка. Мой прадед, который первый получал фамилию, он был известный как каллиграф. Это писать, а таких, говорят, только на деньгах расписываться. И люди приходили ему жалобу написать. А его узнавали, кто он там, ну, видать, давили. И он придумал писать ногой. Ногой писал, его не могли узнать. Его писали, говорят, а тот, который лапкой пишет. И когда фамилии давали, ему лапкой дали. Это мне тетка рассказала. Лапка – это нога, которую человек писал. Ну, бывают такие, которые могут и ртом рисовать, и писать. Так, что хотел сказать еще? На неделю у меня была неприятность одна. Вдруг у меня заблокировали интернет. Выскочила табличка. Вы блокируетесь, потому что распространяете порнографические ролики. А это статья, там, 28-я, такая-то. И дальше. И вам нужно заплатить 2000 рублей по такому-то адресу. Отдают все. Ну, я знаю, куда. Видите, в недалимом убряхом? Он говорит, это вирус. Специально запускает. Я пытался узнать, кто. Так они умные, знают, что я заплатил. Нет, они это не повлияют. И бог дал ему разум. Он меня разблокировал. Ну, какие-то последствия, может быть, есть. Все время она выбрасывает и выбрасывает меня. Ну, запустили. Так что, мне нужна и в этом помощь. Потому что у меня очень большая работа. Я ежедневно 16 часов сижу за компьютером. Только отвечаю на вопросы. Вот она нападает. Да, того ярая, там, прям, сектантка. Да, православная, да, бедалая, да, я считала, да. Спокойно разговариваем с ней. И вдруг у нее все меняется. И последний раз она пишет. Я зашла на ваш ролик. Я там столько, на этот, на сайт. Я столько нашла. Вот мне как раз это нужно. Ну, с житиями я еще там где-то противоречиваю. А вот добротолюбие, тут никакой проповеди больше не надо. Она ищущая. Была там лет 16 среди сектантов, харизматов. И теперь пришла. Сегодня мы слышали молитву, сестра. Благодарность. Молитва трех ступеней. Первая, просительная. Дай, 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 помоги, спаси, защити. Вторая, благодарю. Она в одном слове, благодарю. Научитесь, благодарите. И третье, труднодостижимое это словословие. Я не прошу, мне ничего не надо. Я только аллилуйя. О, маны по адбахумках. Конкурсантцы там молятся. А потом только у нее молитва сокращается. А потом, о, у нас Иисуса молитва. А потом, Господи, Папа, о, Господи. А потом одно, о, у всех красота, о. Удивлять себя должен. Что спаситель совершил. И вот один вернулся самарянин. Батюшка говорит, это был только один самарянин. Там не написано. Может быть, их пять было. Неблагодарный среди них есть. Но этот был самарянин. Самарянин этот пришел и благодарил. И дальше, мы можем сказать, жизнь его была не такая, как у тех. У меня было, которые обратились в моем доме, на наших занятиях. И были, которые благодарят. Больше всех благодарит отец Геннадий Фаст. Где бы он ни выступал. И самый плодотворный он. Я просто знаю это благословение. Другие. Да я и без тебя знал, до занятий ходил, не знаю. У них ничего нет. Они потеряли веру, как, ну, вы знаете, был. Были у нас такие здесь. Стали богатыми. Игори разные. И ничего нету. Совершенно дети выросли неверующие. Ну, благодарность научить и благодарить. Притом, за то, что нравится, и за то, что не нравится. В равной степени. Ты не знаешь, где и как это проявится. Господи, я не знаю, для чего ты мне это послал. У меня не перестает болеть глаз. Помолите, вчера у нас спрашивают, как его. Да полегче. А сегодня едва-едва раскрыл его глаз. Повредил его механически. Попала туда бацилла, зараза. Уже скоро год будет. Мучаюсь и мучаюсь. Ну, каждый день смотрю, но пока видит. Мне лишь бы не ослеплен. Главное, правый глаз. Стрелять можно. Хочется закончить наше собрание о том, что... Мне тоже. Любовь. Любовь нас двигала тем, что мы сюда пришли. Общаться с друг другом, с Богом. С ним. Любовь нами двигает, когда мы обличаем друг друга, когда наставляем. Это должно восприняться как любовь, как проявление любви. И я знаю, что в нашем обществе, не только в нашей общине, но и, к счастью, еще есть проявление любви и... И вне нашей общины, то есть вокруг нас. Вот, в частности, то, о чем я говорил сегодня, событие в нашем отделении, в больнице, проявилось в том, что любовь проявилась вот совсем... Ну, просто начиная от санитарки до главного врача. Все готовы помочь этим погорельцам. Так что вот, слава Богу, что Господь еще сохраняет в нас эту любовь, которая нас объединяет и делает людьми. Слава Богу. Я вам скажу, скажите, вот клеветники у вас тоже у кого-то есть, но у меня столько клевет, конца края нету в интернете. Притом, не подтвержден и ничего, так просто. Ну, меня снабжают мусульмане, и поэтому у меня много так денег и прочее. Ну, что буду доказывать-то? Я тогда стал смотреть и исследовать. Думаю, это не случайно, мне надо что-то вот тут проникнуть. Вы знаете, написано, свержен с неба клеветник, клеветавший на братью день и ночь, клеветавший, то есть говоривший Богу и что-то. А почему не написано, что оправдывались ангелы? Ни одного слова нигде нет. Он день и ночь клеветал, а в ответ ничего нету. И, наконец, я нашел. В ответ только четыре слова. Я программу нашел. Четыре слова только есть, говорил, который главный над ангелами был Михаил Архистратив. И он четыре слова сказал. Знаете их? Да запретить тебе Господь. Да запретить тебе Господь. Все. Больше я нигде ничего не нашел. Вот это клеветникам отвечать. Да запретить тебе Господь. Не надо с ними схватывать. Это тролли интернетные. Ему отвечаешь. Ну, а кто тебе благословил? Я выставил грамоту от митрополита. Так она, раз он умер, поэтому это недействительно. Ну, понятно, что он прошел. Ему ничего нельзя отвечать. Так, вопросов нет? Нет. Обязательно пение занятия. Да. Обязательно оставайтесь. Богородица. 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 Аминь. Аминь. Аминь.